В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Открытие 4-го КПП и рабочее движение по дороге Саров-Кременки. Представители администрации ядерного центра провели выездной брифинг. В новый учебный год с новыми кадрами школы Сарова приняли в свои коллективы молодых педагогов. Новые победы. Косаров выступил на предсезонном турнире в Тольятти. Далее расскажем обо всем подробно. Все необходимые мероприятия для запуска рабочего движения по новой автомагистрали Саров-Кременки завершены. Дорога номер 203 от улицы Березовой до 4-го КПП открыта для движения. Последним шагом для того, чтобы новые транспортные ворота заработали в полном объеме, станет запуск нового контрольно-пропускного пункта. На выездном брифинге для СМИ руководство городской думы, администрации ядерного центра и Саровской дивизии отчитались о проделанной работе по строительству новой дороги и раскрыли перспективы развития сети, значимых для саровчан автомагистралей. Более 10 лет обсуждений и два года самой стройки долгожданной дороги Саров-Кременки, которая наконец избавит горожан от автомобильных пробок на третьем КПП и сократит путь до Нижнего Новгорода. 3 сентября состоялось открытие движения по новой дороге в рабочем режиме. Мы считаем, что все обязательства, которые брала область, дорога от Сарова до Кременок, выполнены. Губернатор обещал открыть рабочее движение 1 сентября. Рабочее движение мы сегодня, собственно говоря, и откроем. Дорога открыта, но не открыта. До полноценного начала движения по 203-й дороге от улицы Березовой до 4-го КПП и далее до Кременок придется подождать еще несколько недель. Как оказалось, сделано не все. Еще ведутся работы на различных участках дороги, да и контрольный пропускной пункт не готов к приему большого потока людей транспорта. Данное КПП должно пройти апробацию. Мы должны отработать все системы безопасности, провести пусконалочные работы по пропускному режиму, чтобы потом, когда оно будет открыто, не возникало никакого вопросов, трудностей, каких-то недопониманий. Руководитель генподрядной организации рассказал о том, как шло строительство дороги, с какими трудностями пришлось столкнуться при проведении работ на различных этапах и заверил, что в течение недели будут закончены все работы. На сегодняшний день практически все работы завершены. По строительству дороги выполнено земполотно, дорожная одежда, построены все искусственные сооружения, установлены все дорожные знаки, барьерные ограждения и только остались у нас законченные реакционные работы, которые придорожные полосы выполняются. В итоге сроки начала массового движения через Северные ворота отодвигаются в лучшем случае на вторую половину месяца. Хотя заградительные объекты были убраны 1 сентября, и горожане активно используют новую дорогу не только в качестве прогулочной зоны, некоторые уже лихо гоняют на автомобилях, а вот включить освещение на 203 дороге руководство города обещало лишь через неделю. В новом учебном году в системе образования произошел ряд изменений. В школьную программу введено преподавание астрономии, изменились правила награждения медалями, появились всероссийские проверочные работы для учеников седьмых-восьмых классов. В нашем городе открыли коррекционный класс для детей с нарушениями речевого развития, создали ресурсный центр по работе со школьниками СОВЗ, а педагогические коллективы пополнились новыми кадрами. Свою педагогическую карьеру в стенах Саровских школ начали 18 молодых учителей. Каждый урок – это экзамен для учителя. К своим занятиям молодой педагог Мария Макеева готовится тщательно. В этом деле нет мелочей – внешний вид, манера поведения и способ подачи материала. Все это, без сомнения, оценят и заметят ее маленькие подопечные. Учителем начальных классов Мария мечтала стать с детства. Сразу после окончания педагогического колледжа в Лукоянове по распределению приехала в Саров и уже в начале сентября пополнила ряды педагогического коллектива пятой школы. Сначала было как-то даже страшно, не по себе, все-таки второй класс, а не первый, а я первый год. Ну а так дети меня приняли, родители очень понимающие, поэтому мне с классом повезло. Мария готовит для своих подопечных оригинальные уроки в формате мастер-класса. На видеодоске учитель демонстрирует авторскую презентацию, которая позволяет ребятам с помощью игровой программы раскрыть творческий потенциал и усвоить урок на отлично. Такой новый подход по душе ученикам. Привыкнуть к новому учителю и к новой программе им удалось быстро. Она очень красивая, добрая, мы ее очень уважаем. С этой учительницей можно учиться на одни пятерки. Она нам очень сильно знания дает, хочет, чтобы мы были умными. А вот Екатерина Саменкова свое педагогическое мастерство оттачивает в должности дефектолога. В эту профессию девушка пришла благодаря своей семье – маме, бабушке и дедушке, педагогам со стажем. Закончив Саранский педагогический институт, Екатерина, не раздумывая, пришла работать в родную пятую школу. Дефектолог – это специалист, он работает с детьми, имеющими интеллектуальные нарушения. Он помогает им усвоить образовательную программу, чтобы он успевал по всем предметам, всесторонне развивался. И также идет работа над развитием психических процессов, то есть внимания, памяти, мышления, речи и так далее. Всего в этом году в Саровские школы пришли 18 молодых специалистов. Все они только в начале своего педагогического пути. И, быть может, когда-нибудь воспитанники этих молодых педагогов станут победителями Олимпиад и достигнут успехов в учебе. 7 сентября в 5 часов вечера на площади Ленина пройдет праздник «Росатом вместе». Саровчан ждут групповые мастер-классы по фитнесу, вокальные и танцевальные номера отца русских солистов и коллективов, выставка техники военно-исторического общества «1945», выступления театра моды «Русь» и многое другое. В программе праздника также выступления нижегородской кавер-группы «Кэшью» и московского коллектива «Хайфай». Другая важная информация в подборке коротких новостей. Цифровая школа, работа с одаренными детьми и ребятами, которые имеют ограниченные возможности. В Нижегородской области прошел форум «Стратегия развития образования». Конференцию открыл исполняющий обязанности губернатора Глеб Никитин, который еще раз напомнил о существовании таких проектов, как «Кванториум» и «Сиюс». Это самые передовые образовательные площадки в регионе, где у ребят есть возможность побывать на острие современной науки. В рамках форума прошла церемония награждений наиболее отличившихся работников системы образования. От нашего города ими стали директор третьего лицея Елена Полевая и заместитель директора департамента образования Владислав Мухин. Волонтеры из центра «Радость моя» подвели итоги благотворительной акции «С миру по листочку». Совместными усилиями неравнодушных соровчин для детей удалось собрать более 200 тысяч рублей. Напомним, акция «С миру по листочку» — это один из самых узнаваемых в Сарове благотворительных сборов. На протяжении многих лет волонтеры помогают готовить к школе ребят из семьи, которые оказались в непростой ситуации. К началу учебного года покупает им канцелярские принадлежности, а первоклассникам дарят собранный портфель. В эту пятницу, 7 сентября, в Саровском драматическом театре откроется юбилейный 70-й сезон. Первый спектакль под названием «Сумасшедшая квартирка» поставит хорошо знакомый саровскому зрителю московский режиссер Сергей Кутасов. Вместе с актерами и другими работниками театра он расскажет историю бедного художника Блэза, который оказывается втянут в любовную авантюру. В результате у него дома одновременно оказывается любовница, невеста будущей тестьющей и даже любовница будущего тестя. Федеральная программа «Материнский капитал» известна всем, но мало кто знает, что в большинстве регионах России успешно действует региональный материнский капитал. В этом году в законодательстве произошли изменения, которые коснулись преимущественно использования денежных средств маткапитала. Правительством было принято решение несколько расширить этот перечень, как на федеральном уровне, так и в регионах. Подробности далее. Программа регионального материнского капитала действует в области с 2011 года. Сначала сумма была 25 тысяч, с 1 января 2017 года ее увеличили до 100 тысяч. Также были расширены направления реализации регионального материнского капитала. Кроме улучшения жилищных условий и медицинской помощи, можно оплатить обучение как в государственных, так и в частных учебных заведениях. Для этого нужно представить договор и квитанция об оплате. И мы часть этих денег, то есть не все 25 тысяч, а из этих 25 тысяч оплачиваем образование ребенка. То есть и детский сад, и даже если вот школу, искусство, куда-то ходит. То есть образовательный процесс, все мы оплачиваем. Новшеством стало направление средств материнского капитала на приобретение товаров и услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые им необходимы для социальной адаптации и интеграции. Покупка должна быть сделана в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида. Это средства реабилитации, коляска ли, слуховой ли аппарат, что-то приближено, но опять-таки должно по ИПР быть. Есть там некоторые перечни документов, которые необходимо нам предоставить, и мы опять-таки из регионального материнского капитала возместим вам ваши затраты. Ситуации бывают разными, и деньги могут потребоваться срочно. Региональный материнский капитал, как мера социальной поддержки, предусматривает и единовременные выплаты. В этом случае нужно обратиться с заявлением в управление соцзащитой. Из этих региональных материнских капиталов, 25 тысяч и 100 тысяч, можно единовременно, размер 10 тысяч, получить без всяких справок, без всяких квитанций, чеков. Это просто на нужды, первые необходимости, так называемые. Всю необходимую информацию можно уточнить в управлении социальной защиты на проспекте Мира, 15, в кабинетах 104 и 105, а также по телефону 755-83-7-89-31. 9 сентября на территории торгового парка АСС пройдет ежегодная ярмарка «Осенний завоз». С 9 утра до 3 часов дня все желающие смогут приобрести мясную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия, рыбу, фрукты, овощи, яйца, мед, а также изделия народных промыслов от производителей Нижегородской области. Подробности в следующем репортаже. Специальные приборы, микроскопы, стекла для материалов и измерительные емкости. Для того, чтобы на прилавках были только качественные и свежие продукты, на территории рынка работает специальная лаборатория. Через нее проходит весь товар, который впоследствии отправляется в продажу. Овощам, мясу и другим продуктам питания, которые представят на ежегодной ярмарке «Осенний завоз», также предстоит необходимая процедура проверки. Мы традиционно пригласили поучаствовать в нашей ярмарке большое количество известных в Нижегородской области Республики Мордовия производителей мясных, колбасных, молочных и хлебобулочных изделий. Мы порадуем вас сладкими вкусными бахчевыми культурами, фруктами, овощами, сухофруктами, медом. Сегодня многие предпочитают покупать продукты питания в супермаркетах и магазинах возле дома. Это доступнее и выгоднее по цене. Но если поставить во главу угла качество продукта, то, несомненно, на первом месте овощи, фрукты, мясо и молоко от производителя. Организаторы ежегодной осенней ярмарки отмечают, что желающих приобрести свежие натуральные продукты с фермерских хозяйств с каждым годом становится все больше. Все от производителей, все не перепродано тысячи раз, а вот непосредственно с земли и до нас. А осенью она традиционно своими как раз богатством, плодами, овощами. Тем более, что это лето подарило нам отличную погоду и, как следствие, обильный урожай. Арбузы, дыни, томаты, виноград различных сортов и другие фрукты. На осенней ярмарке будут представлены не только продукты питания, но и полезные товары для начала нового дачного сезона. Для садоводов будет предоставлен широкий ассортимент посадочных материалов. Приглашены полюбившиеся уже горожанами товары народного творчества. Городские рукодельницы поделятся с нами плодами своего труда. Ярмарка «Осенний завоз» пройдет 9 сентября на территории торгового парка СС с 9 утра до 3 часов дня. Хоккейный клуб «Саров» одержал победу на традиционном предсезонном турнире в Тольятти. Соперником нашей команды стал клуб из Самары. Наши спортсмены действовали решительно и не оставили противнику никаких шансов. Благодаря слаженной работе в атаке саровские хоккеисты забили три безответные шайбы. Галкипер ХК «Саров» сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности на протяжении всех 60 минут игрового времени. По итогам предсезонного турнира хоккейный клуб «Саров» занял почетное второе место, проиграв единственный финальный матч. Михаилу Исаяну турнир Кубок Лады в Тольятти запомнится не только вторым местом и с серебряными медалями на груди. Молодому спортсмену ХК «Саров» удалось заработать звание «Лучший нападающий». Такой успех хоккеист описывает просто и одеял на себя не перетягивает. Потому что с партнерами удалось хорошо сыграть, чувствовали друг друга. Ребята сейчас молодые в команде, в принципе, но любят играть в пас, хотят играть. И, скорее всего, было желание. И много, скажем так, забивали, отдавали. И поэтому все так и сложилось. Главный тренер команды Игоря Веркина о достижениях своих подопечных говорит со смесью гордости и легкого сожаления. Ему, как тренеру, конечно, хотелось завоевать первое место. Турнир был очень полезен, что с той точки зрения, что немножко и по тактике посмотрели, где минусы у нас. И с той же ладой сыграли соперник, который в прошлом году играл в КХЛ. Хотели себя проверить, выиграли ребята, молодцы. Вернувшись с Тольяттинского предсезонного турнира, наша ледовая дружина не стала долго почивать на лаврах серебряных призеров. Тренерский штаб использует любую возможность наиграть опыт, проверить связки игроков и отточить тактики. Следуя этой логике, Игорь Аверкин согласился устроить тренировочную игру с нижегородской командой «Чайка». Ну, мы пошли им на встречу, и нам было полезно сыграть с молодой, задорной командой, которая бегает, толкается, где-то опыта не хватает, но они потрепали нас сегодня, так скажем. Команда «Чайка» играет в молодежной хоккейной лиге и с Саровским клубом и Нижегородским «Торпедо», и их связывают давние партнерские и дружеские отношения. Что не помешало саровчанам и нижегородцам биться на льду до последнего. Итоговый счет на табло 4-2 в пользу наших ребят. Редактор субтитров А.Семкин